«Полны чудес сказания давно минувших дней, про громкие деяния былых богатырей, про их пиры, забавы, несчастья и горе, и распри их кровавые услышите вы вскоре». Песнь о Нибелунгах, созданная неизвестным средневековым немецким автором, оказала огромное влияние на культуру и получила множество интерпретаций. Среди известнейших – цикл опер Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» и несколько экранизаций. А музыкальная группа «Зигфрид» из авторийского города Инсбрук стала одним из отражений произведения в метал-культуре. В конце 90-х Даниэль Бахмайер, гитарист и композитор, и Брудер Кле, вокалист и автор текстов, стали работать над первыми композициями «Зигфрид». Группу назвали в честь героя «Песнь о Нибелунгах», и себе тоже взяли псевдонимы из нее – Ортвин и Хаген. Что же так привлекло их в поэме? Один фактор – вневременной характер и масштаб произведения. «Песнь о Нибелунгах» – явление в германской литературе, насколько значимое, настолько и сложное. Это произведение эпохи Средневековья, имеющее черты рыцарской поэмы, однако глубоко уходящее корнями в языческое прошлое. Многие герои и сюжеты песни знакомы нам по старшей Эдде, и германское представление о судьбе находит в песне свое отражение. И подобно тому, как в первой же песне Эдды мы узнаем о конце мира, так и песни о Нибелунгах с первых же строк постулируют неизбежность гибели, и вопрос лишь в том, как и когда это произойдет. Множество событий, не настолько значимых сами по себе, неумолимо сплетаются, завершая узоры судьбы и приближая то неизбежное и необходимое, чему даже боги не в силах противостоять – трагическую гибель почти всех персонажей эпоса. Другой фактор – это образы героев. Они сложны и, что нетипично для героического эпоса, персонажи песни не позиционируются как однозначно добрые или злые, герои или злодеи. Такая объективность тоже роднит произведения с древними текстами. Можно вспомнить, что Зигфрид, хоть и обладает чертами идеального героя, довольно задирист. Когда Зигфрид для достижения своей цели помогает Гунтеру заполучить в жены Брунгильду, он обманывает ее, и делает это неоднократно. Хаген же, убивший Зигфрида ударом в спину и обезглавивший Ортлиба, ребенка Этцеля и Кримхильды. В то же время и вернейший вассал короля Гунтера, и отварнейший воин, которого Кримхильда, движимая местью за Зигфрида, смогла убить, но не сломить. В поэме мы видим множество сильных людей перед лицом судьбы. Чтобы лучше воплотить характер различных персонажей, Ортвин и Хаген решили писать концептуальные альбомы с участием трех вокалистов. Узнаваемый голос Хагена, иногда зловещий, иногда яростный, кричащий, рычащий и хрипящий, идеально подошел для изображения мрачных персонажей. Сумрачного героя Хагена, дракона Фафнера, Карлика Альбериха. Мы можем слышать Хагена в его другой группе Angry Angels. Обладатель мощного эпического голоса Вернер Бялек, участник групп Сабесид и Иктус Мортис, прекрасно подошел для изображения героических персонажей, прежде всего Зигфрида. А женские партии взяла на себя Сандра Шлерот, известная по разным готическим и симфоническим группам, в том числе The Rings of Sanity, Soulslide и Alice. Однако лучше всего, по мнению уважаемой редакции, вокальные возможности Сандры раскрыты именно в Зигфрид, где ей удалось выразить самые разные интонации, от нежных и трогательных, до жутких и агрессивных. На демозаписи она также фигурировала под именем из песни о небелунках – Кримхильд. К 2000 году группа уже записала полтора десятка песен, и часть из них вошли на демо Фафнер. Оно было выпущено небольшим тиражом и является редкостью. Демо получило название в честь антагониста Зигфрида, побежденного им дракона Фафнера, оформление, взятое с книги Titan Fighting Fantasy Book, своего рода фэнтези-энциклопедии. На этой ранней записи уже сложился причудливый стиль группы, в котором сочетается всё, что можно – хэви, пауэр, трэш, дум, викинг-метал, очень существенное влияние готики. А записано всё это было в лучших традициях блэк-металлических кассетных демо. Несмотря на то, что все песни, кроме Мефисто, были позднее перезаписаны и вошли в альбомы, демо представляет особенный интерес. Оно наполнено сырой энергетикой изначального вдохновения, становления нового проекта. Кроме того, некоторые аранжировки отличаются. К примеру, в песне Die König und die Aishe есть хор, который в более поздней версии убрали, а в композиции Do und ich поучаствовала Мартина Хорнбахер, участница многих проектов, в том числе Therion и Dreams of Sematy. Субтитры создавал DimaTorzok В 2001 году вышел дебютный альбом группы Drachenherz – «Сердце дракона», где знакомые уже песни были представлены в несколько лучшем качестве. К работе присоединились барабанщик Моритс Нойнер, участник, по выражению кле, почти всех основных австрийских групп и проектов, за исключением самой малости, игравший в Оби Гор, Дорненрайш, Кровакилл и других группах. Ибо Систра Ландвурцев. Оба они также были участниками Angry Angels. В буклете идея группы описана так. Эпоха, когда столкнулись древнеязыческие и новые христианские миры, когда соборы поглотили драконов и цвергов, а старые ценности были заменены новыми, и сегодня захватывает нас. В песне о небелунгах эти вневременные конфликты отражаются максимально чётко. Воздвигнуть этому мифу музыкальный монумент в форме эпического и драматического металла – заявленная цель Зигфрид. Зиг – победа, означает мощь металла. Фрид – мир, музыкальную гармонию. Альбом, как и все последующие, был издан на Palm Records. И звучание, и тематика альбома вышли разнообразными. Есть и яростные боевики, и красивые готик-думовые композиции, а в некоторых песнях просматриваются фолк и викинг-мотивы. Есть песни, непосредственно связанные с небелунгами. Это Райнгольд, Золото Рейна и Зигфрид. А Интра Бальмунд – названа в честь меча Зигфрида. Другие песни связаны с эпосом не так явно. К примеру, Флаголум Дей – Бич Божий. Так христиане называли вождя гунов Аттилу, который фигурирует в эпосе под именем Этцей. Или Дирабншлахт – Равенская или Воронья битва времен Великого Переселения Народов, события которого нашли отражение в песне о небелунгах. Есть и традиционные средневековые сюжеты о крестовых походах в Ярузолем и охоте на ведьм, Хэксенблюд – Кровь ведьмы, Вальпургиснахт – Вальпургиева ночь. Песня «Der König und die Eiche» – Король и дуб. Очень вольная интерпретация лесного царя Гёте о том, как духи леса преследуют короля, похитившего сокровище. Тексты песен важны, и часто в них заложено несколько смыслов. В качестве примера Кле приводит титульную песню Драхенхерц «Сердце дракона», которую можно понимать на трёх уровнях. Как романтическое признание в любви, как рассказ о трагедии и боли Кремхильды она сравнивается с драконом, и как размышления о людях, которые не могут найти себя в современном обществе, потому что отстаивают убеждения и ценности, которые сегодня больше не действуют. Дракон улетает прочь с окровавленными крыльями, в ночь, к вершинам холмов. Там в глубине лежит его клад, и дракон запирает своё сердце навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Альбом 2003 года назван Aizen Winter, «Железная зима», похолодание, имевшее место в Европе в первом тысячелетии и ставшее одним из факторов великого переселения народов, о чём нам повествует титульная песня «Кулак из железа и крови поднимается против Рима». Состав группы пополнился клавишником Ханнесом Краузе из «Ictus Mortis». Становится всё заметнее особенность работы группы с музыкальными стилями. Музыканты не просто их комбинируют, но полноценно используют стилистику как инструмент для иллюстрации сюжетов песен, подобно тому, как вокал подчёркивает характер героев. К примеру, песня «Ам Изенштайн» рассказывает о Брунгильде, литяжной валькирии в германской мифологии и исландской королеве-воительнице в песне о Нибелунгах, обитотельнице замка Изенштайн, где, цитирую, «острые скалы яростно вонзаются в бушующее море, и войско духов тумана стоит на страже». Такие пейзажи и настроения подчёркиваются элементами блэк-металла в инструментале и трагическими и воинственными интонациями в голосе Сандры. Композиция «Петро и вахт» о Нибелунге, стоящем на страже где-то вдали от дома, в землях Этцеля. Герой чувствует гибель, но верен клятве до последнего. «Я истекаю кровью из тысячи ран, только воля всё ещё держит мой меч». Трагичность его положения подчёркнута дум металлической основой, однако викинг-металлические гармонии отражают стойкость и мужество воина, а симфонические элементы – тяжесть на его сердце. Партию героя исполняет Вернер, в то время как зловещий скрим Хагена в припеве символизирует злой рок и неотвратимую гибель. Тысячи языков шепчут «Смерть Нибелунгом». После выхода альбома группа дала два концерта в Инсбруке. Концерты сопровождались техническими сложностями. Например, на первом Кле забыли включить микрофон и не замечали этого на протяжении всего выступления, так что ему пришлось использовать микрофон Сандры вместе с ней. Группу приняли хорошо, однако Зигфрид остался, за исключением тех двух концертов, студийным проектом. Довольно сложно собрать на репетиции и концерты восемь человек, занятых также и в других группах. «Смерть Нибелунгом» После «Айзен Винтер» для группы настало сложное время. Сандра боролась со смертельной болезнью, но, к счастью, победила. Однако из-за ее болезни третий альбом «Нибелунг» вышел только в 2009 году. С другой стороны, у группы было время детально его проработать. В группе произошли изменения. Йоханнес Лайерер занял место басиста, а Патрик Шридтвизер – барабанщика. Новый альбом можно назвать вершиной творчества группы. Звук стал еще лучше. Оркестровая часть усилена без ущерба для металлической составляющей. Заметно влияние Ханса Циммера. И симфонические аранжировки напоминают о саундтреках к фильмам. Как сочинялся альбом, рассказал брат Кле. По сути, Дани, Даниэль Бахмайер и я всегда работаем одинаково. Вне зависимости от того, идут ли сначала текстовые фрагменты или отрывки песен. Вначале почти всегда есть тема, история, для которой Дани затем сочиняет подходящие мелодии и рифы. Затем я пытаюсь структурировать эти идеи, то есть разбивать их на куплеты, переходы, припевы и так далее, и развивать для них идеи для текста. Это повторяется несколько раз, пока песня не подходит к концу. Потом очередь Вернера и особенно Сандры. Конечно, когда я пишу тексты, мне всегда приходится сочинять мелодию, но Сандре всегда удавалось удивить меня еще лучшей версией. У нее невероятное чутье. Вернер, с другой стороны, фантастически находит идеальное звучание второго и третьего голоса. Он полностью погружен в это. Особенно в создании альбомов он был дольше всех после Дани и был чрезвычайно фридом делу. Нибелунг – это также первый полностью концептуальный альбом, целиком посвященный песне о Нибелунгах и охватывающий всю цепь событий от появления проклятых сокровищ в первой композиции «Дайрын для Нибелунга» – «Кольцо Нибелунга». К историям языческих персонажей «Faffnir» – «Alberich die Eisenfaust» – «Brunnhild» К триумфу и гибели Зигфрида «Заксонштурм» и «Тотенвахт» «Саксонский штурм» и «Поминовение». И всеобщая гибель в заключительных композициях «Теотодесмарш» – «Марш смерти» и «Де Гёта Дэмерунг» – «Сумерки богов». Но и гибель тоже относительна. В последних песнях важны слова «Сердца из железа», «Легенды в камне». Герои продолжают жить в песнях. Одна из косвенных интерпретаций текста «Де Гёта Дэмерунг» – «Чувство человека, который теряет близкого». Текст был написан, когда Сандра боролась с болезнью, и брат Хлеб вложил в него все свои чувства на тот момент. Понимать альбом можно по-разному, не только как историю Нибелунгов, но и как размышление о человеке, его силе и слабости, о судьбе, жизни и смерти. Сверкает золото, сверкает кровь, опасайтесь кольца. И сколько еще растеяно по миру таких сокровищ, проклятых цвергами, искомых людьми, хранимых драконами, не предназначенных ни для кого, и, быть может, кто-то уже запустил очередную гибельную цепь событий. Однако осознание неотвратимости судьбы не мешало древним, и в этом плане позволю себе протетировать Софью Сверидову, она же Свериденко. От этого сознания не теряла свою ценность человеческая сила и человеческая личность. Можно исполнять долг чести и доблести и стойко выносить невзгоды, несмотря на убеждение, что награда за доблесть не зависит от воли богов и от чьей-либо воли вообще, что лучшему человеку может достаться тягчайший удел, так как всеремные жребии исходят от силы, не считающейся с добром и злом. Исход дела судьбы, доблесть – дело твое. Так рассуждали в то время сильные души. Жизнерадостность оставалась в этом мировоззрении, потому что сильная душа может ценить благо бытия, несмотря на слепую неотвратимость мирового закона, распределяющего и отнимающего эти блага. Конец цитаты. Субтитры создавал DimaTorzok Проекту Зигфрид с его тремя альбомами было суждено войти в историю как оригинальное явление и не просто будет найти группу, которая имела бы достаточно похожее звучание, не говоря уже о концепции. после 2009 года, и по сей день Зигфрид молчит. Но, как сказал брат Кле, это как со стащим драконом. Никогда не знаешь, когда он вдруг вздумает проснуться.